Подключаем к эфиру Сергея Данилова, заместитель директора Центра Ближневосточных Исследований. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы скажите, пожалуйста, свое мнение по результатам визита Зеленского в Турцию. Как вы его оцениваете? И в частности, очень интересно узнать по поводу предложений Эрдогана выступить, чтобы Турция выступила в качестве площадки для мирных переговоров, чтобы проанализировать и само предложение, и то, что получил Эрдоган в ответ от Украины. В целом, оцениваю визит позитивно, потому что подписан ряд документов, которые позволяют развивать сотрудничество между Украиной и Турцией в области военно-промышленного комплекса. Это то, что будет работать, над чем долго работали перед тем, как подписать сейчас это в Анкаре. И я надеюсь, это то, что будет работать дальше. Что касается предложения Эрдогана, оно в некоторой мере неожиданно, но и ожидаемо. Эрдоган хочет представить себя как главного переговорщика. Это нужно ему не только для мира, но и для внутреннего потребления. Турецким гражданам кажется, что такая позиция Эрдогана наиболее отвечает их интересам, поскольку она позволяет избежать войны с Россией, которую все очень в Турции боятся. Россия пользуется этой слабостью и Эрдогана, и общественного мнения. То, что предложено, это способ видения мира Эрдогана, в котором он считает, что России надо не дать проиграть полностью, что какие-то интересы ее должны учитываться. И потому она должна быть за столом. Это такой инклюзивный формат, который он думает, что сработает. Вполне ожидаемо, что это предложение было отклонено. Но Эрдоган свои дивиденды уже заработал. И в зависимости от того, будет этот формат или его не будет, для турецкого потребителя политических новостей месседж уже донесен. Что сегодня объединяет Турцию и Российскую Федерацию? Ну, Турцию, Российскую Федерацию объединяет желание заработать друг на друге. Да и Турция иногда пограбить Россию. Как сейчас, когда полтора года они получали с большими скидками газ, нефть, иногда и зерно. С одной стороны, во-вторых, Россия кредитовала по факту турецкие проекты. И для Турции, в самом деле, в той тяжелой экономической ситуации, в которой она находится, это все довольно важно. Одновременно, это не дружба как таковая, да? Это дружба с ножом за спиной. Обе стороны относятся друг к другу, ну, настороженно, мягко говоря. Однако, ситуация войны, вторжения сделала Россию гораздо более сговорчивой по многим вопросам. Несколько поумерила амбиции Кремля на турецком направлении. С одной стороны. С другой стороны, в Турции присутствует, в турецких медиа, в общественном мнении присутствует тот страх, про который я уже упоминал, и представление о том, что надо сделать все, чтобы война не пришла на территорию Турции. И совместными усилиями русских пропагандистов и их турецких друзей война в Украине представляется как война между Западом и Россией, в которой Россия пострадавшая, чуть ли не пострадавшая страна. Вот такая искривленная картина мира. И турцы очень могут втянуть в нее. Поэтому надо сделать все, чтобы не попасть на этот крючок. Знаете, вот интересно, если почитать новостную ленту, какие есть новости. Турция закрыла для России главный нефтяной терминал. Это случилось пару дней назад. Терминал Дёрд Йол, который на Средиземном побережье, принимал основную часть российской нефти, а вот теперь из-за санкционного давления отказывается от этого. Далее. Турция может закрыться для россиян. Банки начали блокировать платежи россиян за туризм. Туризм является очень важной статьей дохода для турков. И вот они отказываются от российских денег. На этом фоне другие новости. Турция строит корветы для Украины. Ну, как вы прокомментируете, мне кажется, тут однозначно, ну, не то, что перекос, а вектор направления отношений, ну, кажется очевидным. Кому к Турции удается совмещать подобные события и лавировать между Украиной и Россией в данном случае? Ну, потому что она отдельно выстраивает отношения с Украиной, отдельно с Россией. И не прислушивается к пожеланиям ни Киева, ни Москвы в отношении изменения своей позиции в другой стране. Почему закрылась там банковская система, закрывается это правда, нефть перестали принимать это правда. Поэтому я и сказал, что при нем в прошлом, что зарабатывали на российской нефти, потому что прикрылось это направление для российского экспорта. Потому что Турция сейчас кредитуется не в России, Турция сейчас кредитуется на Западе. И вторичные американские санкции для нее, в нынешнем ее положении экономическом, будут смертельными. Поэтому надо соответствующий департамент казначейства, который следит за тем, чтобы санкции дотримовались. Соблюдали санкции такие страны, как Турция. Турция уже несколько раз приезжал в Анкару и очень детально, как с государственными организациями, так и с частным бизнесом проводил разъяснение, что и как будет вследствие того, если они будут нарушать санкции. Ну, очевидно, эти визиты подействовали. Как удается совмещать принципиальные позиции Эрдогана, мы с каждой страной выстраиваем отдельные отношения. И если Москва против того, чтобы поставлялись в Украину Байрактары, это ее дело. А если Киев против того, чтобы Россия имела одну из форточек для серого импорта через Турцию, это дело Украины. Вот когда вмешивается казначейство США, тогда несколько ситуаций меняется. Да, уж несколько, мягко говоря. Сергей, как вы считаете, можно ли говорить, что позиция Турции несколько схожа, допустим, с позицией Китая, которая выжидает того момента, когда четко определится победитель в этой войне, и уж тогда выстраивает отношения с победителем куда более приятно, чем, например, с проигравшей стороны? Нет, я абсолютно не согласен. Китай не поставляет нам вооружение. Более того, скорее всего, те 800 тысяч снарядов, которые были найдены чешским президентом, которые сейчас закупаются для Украины, скорее всего, это турецкие снаряды. Никто в Китае нам оружие не продает. Что-то с китайской маркировкой в русских находили. Тоже там оставим. Но вроде бы Китай пообещал не поставлять оружие ни одной стороне. Но в его случае это Россия. Ну окей. Во всяком случае, Китай не поставляет нам вооружение. Для Турции смертельная угроза – это потеря Украины и выхода к Черному морю. И превращение Черного моря в зону российского влияния полному. Более того, для Турции очень выгодно то, что Черноморский флот сейчас в значительной степени утратил потенциал благодаря действиям украинских сбройных сил Украины, которые уничтожили уже достаточно много кораблей. И в Турции это очень приветствует. И потому в этом смысле Турция гораздо более про-украинская, чем Китай. И для Турции украинский суверенитет важен, территориальная целостность важна. Но они ее видят так, что вот как-то можно придумать, чтобы и Украина осталась как страна и в своих границах законных, но и чтобы и Россия осталась, пусть ослабленная. Это для, с точки зрения Турции, это оптимальный вариант развития событий. Сергей, а что вообще по странам Ближнего Востока? Как изменилась позиция за последние два года в отношении войны в Украине? И можно ли говорить, в принципе, что на Ближнем Востоке есть одно консолидированное мнение по этому поводу? Или вот сколько стран, столько и мнений? Да, безусловно. Есть довольно большой разброс мнений. Есть Алжир, который полностью пророссийский. Но при этом, между прочим, Алжир продает Украине газ. Ну, то есть там спотовые поставки в Европу. Мы получаем там на западной границе какой-то газ, который пришел взамен за Алжирский. А большинство стран занимает отстраненную позицию, считая, что это не наша война. Но те, кто лидеры, ну, такие, например, как Саудовская Аравия, они видят, что это событие мирового масштаба. Мы видим, что участие в той или иной мере, в какой-то поиск своей роли выгоден, потому что это дает возможность себя по-новому позиционировать в мире. И потому мы видим, как наследный принц Саудовской Аравии приглашает Зеленского на саммит арабских государств. Как Зеленский выступает. Мы видим периодические визиты президента Украины на Ближний Восток, прежде всего в Саудовскую Аравию. Мы видим более 600 миллионов долларов, которые арабские страны Персидского залива выделили Украине в качестве гуманитарной помощи. Мы видим активизацию сотрудничества по очень многим сферам. Также за эти два года стала очевидна роль Украины как гаранта продовольственной безопасности региона. И это и Египет, прежде всего, а но и Саудовская Аравия. И не будем забывать, что Саудовская компания входит в пятерку, кажется, но точно в десятку самых крупных землевладельцев в Украине. И именно на Украину была ставка как на гаранта продовольственной безопасности Саудовской Аравии с довольно таким большим прицелом на будущее, с тем, чтобы не зависеть от колебаний цен на мировых рынках и иметь стабильные поставки. Это очень серьезная вещь. Потому что я думаю, что если не прорыв, то очень большой шаг вперед на Ближнем Востоке Украина сделан. И по количеству визитов, и по наполнению договорной базы, и по политическим заявлениям и шагам мы видим большой прогресс. И в конце концов 15 стран Ближнего Востока, арабских стран, голосуют стабильно на Генассамблее ООН в поддержку резолюции по Украине. Самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.